Ассамблея заслушает заявление его превосходительства Ахмеда Дуватоглу, премьер-министра Республики Турции. Я попрошу службу протокола проводить его превосходительство на трибуну. Мне доставляет большое удовольствие приветствовать премьер-министра Республики Турции, его превосходительство, господина Ахмеда Дуватоглу. Я приглашаю его выступить перед генеральной Ассамблеей. Господин председатель, ваше превосходительство, уважаемые делегаты, дамы и господа. Я горячо приветствую всех вас и желаю всяческого успеха в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи. Я хотел бы поздравить господина Могера Легетауфа по случаю избрания его на пост председателя и выражаю искреннюю признательность господину Саму Кутесу за его руководство на посту председателя 69-й сессии Генеральной Ассамблеи. Уважаемые делегаты, 70 лет тому назад была создана наша организация, и по словам бывшего генерального секретаря Гомархайда, не для того, чтобы привести человечество в ад, но для того, чтобы спасти его от ада. Оглядываясь назад, мы видим, что УУН была чрезвычайно важна для предупреждения мировой войны. Но, с другой стороны, спасая человечество от страданий, ада во многих региональных конфликтах, мы видим, что происходило в Боснии, Руанде и в Сирии за последние несколько лет. Трагическая история трехлетнего мальчика Айлана должна служить нам напоминанием о том, за что борется УУН. УУН был найден в начале этого месяца на побережье в результате затонувшей лодки в Эгейском море. Его семья пыталась бежать от бомбежки в одном из городов Сирии. И турецкий жандарм, который нашел Айланда, сказал, что он чувствовал себя при этом не как полицейский, но как отец, потерявший сына. Мы все потеряли сына. Он был нашим ребенком, каждого из нас и ребенком всего человечества. И в тот момент, когда мы нашли его тело, безжизненное тело на берегу, мы что-то потеряли в своем сознании. Мы люди. Не просто пустые страницы в книге истории. Наши воли, наши деяния определяют мир. Это простое, но также важное послание. Мы должны объединить наши силы сегодня для того, чтобы эффективно решать все более сложные и трагические факты, с которыми сталкивается человечество. Со своей стороны, Турция выполнена больше, чем в своей обязанности. Мы предоставляем защиту свыше 2 миллионов сирийцев и 200 тысячам ираков. Турция сейчас принимает у себя самое большое число беженцев во всем мире. Наши двери по-прежнему открыты. Мы принимаем у себя тех, кто бежит от войны и преследования. Мы потрачили почти 8 миллиардов долларов, в то время как международный вклад всего лишь 14-17 миллионов долларов. На нынешний момент 66 тысяч сирийских детей родились в Турции. 9 миллионов медицинских услуг и 280 тысяч операций были совершены среди этого населения. 230 тысяч сирийских детей получают образование в нашей стране. 460 тысяч присоединятся к ним. Число будущих незаконных иммигрантов, которые тонют в Средиземном мире, достигло впечатляющих 6 тысяч. 55 тысяч иммигрантов были спасены нашими пограничниками в море. 235 тысяч незаконных иммигрантов были перехвашены нашими полицейскими в 2011 году. Число сирийцев, которые бегут от бомбежек и преследований, привычило 5-4 миллиона. Более 12 миллионов внутренне перемещенных лиц, в большинство случаев, дети отчаянно нуждаются в помощи. Это трагедия. Завершится только тогда, когда в Сирии будет законное правительство, представляющее волю своего народа. А до тех пор международное сообщество должно безлагательно действовать для того, чтобы предоставить им безопасность, зону безопасности, свободную от обстрела режима Дейдаш и другими террористическими организациями. Мы хотели бы, чтобы тиран прекратил преследование своего собственного населения. Каждую минуту, когда он остается в власти, он продолжает свои действия. Мы должны знать, что необходимо добиться перехода, который приведет к политическим изменениям. И Турция будет работать ради этого. Вы, возможно, уже не слышите голоса 300 тысяч человек, которые погибли до сих пор. Но недавно, на прошлой неделе, я встретил с представителями тысячи, которые прошли сотни километров до единой Турки для того, чтобы попасть в землю надежды в Европе. Я обещал им быть их голосом. Я выполняю свое обязательство, но наша ответственность остается. Уважаемые коллеги, именно это чувство ответственности, которое мы предложили включить в повестку дня под названием «Глобальное осознание трагедии незаконных эмигрантов в Средиземноморском регионе с особым упором на сирийских беженцев». Наше предложение было принято Генеральной Ассамблеей 18 сентября. Это дает нам возможность изыскать ответы трагедии эмигрантов с помощью партнерских усилий со странами этого региона в назначении и транзита. Теперь это приоритетная повестка дня для всего человечества. Народ Сирии, идущий через наши границы, это не единственный народ, который страдает. Трагедия палестинского народа продолжается. В своем выступлении 29 ноября 2012 года в Генеральной Ассамблее я призвал международное сообщество действовать в солидарности с палестинцами, которые на протяжении 60 с лишним лет ведут борьбу за свое независимое государство. Сегодня мы, наконец, можем приветствовать палестинское флаг среди флагов, поднятых в Организации Объединенных Наций. Это еще один значительный шаг, который позволит сторонам действовать в условиях равенства за столом переговоров в рамках процесса переговора, который приведет к установлению справедливого и устойчивого мира. Уважаемые делегаты, Палестина будет независимой сегодня или завтра, и Восточный Иерусалим будет его вечной столицей, как только же сказал Махмуд Аббас. У нас палестинский флаг будет принят в Акудай-Шарим, в Восточном Иерусалиме, и там мы будем отмечать это событие. Все мусульмане, все христиане, все нации будут свободно приходить в этот город. Город Аль-Куца важен для всего человечества. Это священный город для ислама, иудаизма и христианства. Он должен оставаться таковым. Расширение незаконных поселений, население и нарушение священных мест, и в частности, Хатам Аль-Шариф, должно безоговорочно и немедленно прекратиться, если мы действительно говорим о процессе мира. Священность Хамар Аль-Шарифа необходимо уважать. Мы решительно обсуждаем любые попутки временного и пространственного разделения Хамар Аль-Шарифа в нарушении международного права. Мы только что выслушали заявление президента Аббаса. Для нас также Палестина является неделимой, состоящей из Восточного Иерусалима, Западного берега и Газа. Право палестинцев жить там, где они хотят, должно быть признано. Неотъемлемая часть государства Палестина, Газа, должна быть свободна от незаконной бесчеловечной блокады, продолжающейся уже восемь лет. Приверженность Турции в предоставлении необходимой политической и экономической поддержки палестинцам означает, что мы будем продолжать свои усилия. Нынешний вакуум, созданный на нашей западных границе, является следствием сирийского кризиса. Он играет на руку террористам, которые стремятся проникнуть в Турцию. Это угроза, которая может охватить весь район и за его пределами. Терроризм не имеет оправдания, его необходимо безоговорочно осуждать. Любые попытки приравнивать терроризм к какой-то религии или этнической группе ошибочен и только укрепляют террористическую угрозу. Сегодня, как и в прошлом, Турция борется с терроризмом всех видов, включая ДИАШ и РКК. Наши усилия в борьбе с терроризмом и наш вклад в международное сотрудничество хорошо известны всем партнерам. ДИАШ является результатом вакуума, который возник в Тириум. И борьба с этой организацией – это устранение усилий, создавших ее. Мы не остановимся до тех пор, пока не добьемся своего. Мы выступаем за демократическую и многостороннюю Турцию без Асада и без Даша. Мы хотим с друзьями бороться и ожидаем поддержки в борьбе со всеми видами терроризма. Иностранные террористы – это вопрос, вызывающий особую озабоченность. Согласно данным ООН, 25 иностранных террористов поступают из свыше 100 стран. Эта угроза нуждается в том, чтобы мы занимались ей у источника. Поэтому укрепление международного сотрудничества с точки зрения обмена информацией настоятельно важна. Однако, к сожалению, и здесь есть недостатки. Мы со своей стороны включили свыше 200 тысяч индивидуумов в наш список тех, кому с 2011 года запрещен территорию нашей страны. И мы добавляем ежегодно 2 тысячи лица. От Ферии до Ямина и до Украины. Глобальная безопасность находится под угрозой с севера до юга и с востока до запада. В условиях такой волатильности, особенно в нашем районе, Турция решительно выполняет свою ответственность по глобальной проблематике в силу своих сил и возможностей. Мы становимся ведущей страной и действуем совместно с партнерами, предоставляя 3,5 миллиарда долларов на официальной помощь развитию. Мы усматриваем четкую взаимосвязь между устойчивым экономическим развитием и глобальной стабильностью. Мы должны пожрать глобальный экономический рост, при котором никто, ни женщины, ни дети не будут оставаться за бортом. Сегодня, когда половина мирового населения живет на доход 2,5 долларов, и когда 20 тысяч детей умирают во всем мире, мы должны помнить об этом. Турция, являясь нынешним председателем группы 20, с декабря прошлого года подчеркивала важность международного сотрудничества, координации и солидарности при рассмотрении глобальных неуверенностей и рисков. Мы подчеркиваем инклюзивность в борьбе с растущим неравенством. Это приоритетный вопрос в повестке дня группы 20. Наше поколение было свидетелем самого большого числа беженцев и внутренне перемещенных лиц со временем Второй мировой войны. Подавляющее большинство нынешних гуманитарных кризисов связано с конфликтами. Глобальная гуманитарная система нуждается в деньгах. Турция в настоящее время принимает в себя самое большое число беженцев во всем мире. Мы также являемся председателем Глобального форума по миграции и развитию. Наша основная тема – это укрепление партнерства, глобальной мобильности в интересах устойчивого развития. Наши ключевые приоритеты включают установление позитивной связи между миграцией и развитием. Наступило время для того, чтобы мы рассмотрели сложную повестку гуманитарных вопросов в комплексе с опобом упором и замосмяс между развитием и гуманитарными аспектами. Мы надеемся на проведение в Стамбуле 23-24 мая следующего года Всемирного гуманитарного саммита. Уважаемые коллеги, культурный водораздел, если мы его сохраним, нарушит наше будущее. Нынешние конфликты по всему миру – свидетельство о том, что ненависть, дискриминация и экстремизм растут. Эти кризисы являются результатом сегрегации людей по этническим соображениям или по соображениям религии. Они также влекут с собой нетерпимость и мешают гармонии и существованию между нациями. Мы боремся с опорочиванием некоторых общин или религий. Мы считаем, что надо снять разделяющие нас со стены. Мы выступаем против всем форм расизма и ксенофобии, включая исламофобию, без какой-либо исключения. Мы сможем коллективно бороться с экстремизмом, радикализацией, терроризмом эффективно. Мы должны поощрять инклюзивность и демократическую законность, уважать народную волю и согласие. Мы не можем уделять приоритеты опрессивной безопасности, в отличие от универсальных прав и свобод, которые являются основой ООН. Наши различия могут оставаться, но наша коллективная способность преодолевать наши разногласия необходимо укреплять. Альянс цивилизации – это проект, начатый почти 10 лет назад совместно с Турцией и Испанией. Он предоставляет прочные решения в этой области. Есть различные пути для того, чтобы бороться с необоснованным страхом, недоверием и ненавистью между странами. Конфликт – это один из путей, но есть и мирные средства предупреждения решения конфликта. Это посреднические услуги. Инициатива посреднических услуг для мира, запущенные Турцией совместно в Финляндии, позволяет осознать важность мирного решения конфликта. Уважаемые делегаты, мы хотели бы добиться политического решения кризиса на Украине на основе территориальной ценности Украины и принципов Минских соглашений. Любое иное решение этого конфликта должно также обеспечить права и безопасность крымских татар. С точки зрения мира, безопасности, процветания в наших соседних странах, Южный Кавказ заслуживает особое упоминание. Этот район, к сожалению, остается в районе дестабилизации и ослабляет тремя основными конфликтами, которыми занимается ОБСЕ. Все три не решены. Мы полны решимости продолжать усилия по изысканию мирного решения этих конфликтов на основе уважения суверенитета, церенциальной целостной и нерушимости международной признанной границы Республики Азербайджан. То же самое можно сказать о Грузии. Мы поддержим ее целостную, территориальную целостность и суверенитет. Мы приветствуем недавние шаги по нормализации постоянной стабильности на Балканах. Поэтому мы ценим прогресс, достигнутый до сих пор в рамках процесса Белграда-Диалога-Приштина. Турция является частью Европы. Мы используем те же ценности и совместно с нашими соседями работаем над тем, чтобы стать членом ООН. Мы считаем, что Турция сейчас нуждается в Турции более чем когда бы то ни было для того, чтобы укрепить свои безопасности и процветание. Расширение отношений и сотрудничество с Африкой становится еще одним важным направлением нашей многосторонней иностранной политики и делает это особо на гуманитарной дипломатии. Мы готовы поделиться своим опытом и знанием с африканскими партнерами на основе взаимной выгоды и в соответствии с принципами африканского решения для африканских проблем в Азии. Турция является неотъемлемой частью международных усилий, направленных на достижение прочного мира и стабильности в Афганистане. Мы твердо убеждены в том, что международные сообщества должны продолжать свою поддержку Афганистану. Сейчас, подходя к концу своего выступления, я хотел бы обратить ваше внимание на нашу постоянную приверженность решению прочного, всеобъемлющего решения на Кипре. Оно должно быть основано на политическом равенстве двух народов и их право на существование на острове. Мы ожидаем достижения как можно скорее прочного урегулирования. Мы поддерживаем эффективные конструктивные усилия, предпринимаемые турецкими киприотами с этой цели. Уважаемый декабрь, сейчас, когда мы близки к уровню населения в 10 миллиардов глобально, община стоит на важном распуте. Несмотря на многие достижения, нам необходим свободный, мирный, стабильный, процветающий и справедливый мир. Дорога к миру и безопасности вымощена нашими добрыми намерениями, но наших лучших намерений недостаточно для того, чтобы решить многие стоящие перед нами вопросы. Необходимо изменить существующую парадигму. ЮН, являющийся высшим глобальным учреждением, представляющее видение мира, должно найти в себе силы решать все основные проблемы. Некоторые из них уже принесли нам трагедии. За последние 70 лет ООН и мир протерпели изменения. Однако изменения в ООН еще не носятся объемлющего характера для того, чтобы она соответствовала поставленным перед ним целей. Ненасмотря на решительные меры, принятые для того, чтобы соответствовать глобальной реальности, любая реформа будет неполной, если мы не реформируем Совет Безопасности. 70 лет тому назад основатели нашей организации возложили на него задачу защиты, достоинства, безопасности и процветания всего человечества. Сегодня для решения этой задачи необходима способность предпринимать твердые решительные действия в отношении жестокостей, которые совершают агрессоры повсюду. Неспособность сделать это поставит под угрозу не только жизнь миллионов людей, затронутых различными кризисами. Это ставит под угрозу также будущие поколения, ставит под вопрос доверие к системе ООН. Ответственность до достижения максимально широкого консенсуса по всеобъемлющей реформе для того, чтобы сделать Совет Безопасности более демократичным, представительным, транспарентным, эффективным и инклюзивным возлагается на всех нас. Мы должны сделать это не только во имя будущих поколений, но также и во имя визионеров, основателей нашей организации. Как говорил генеральный секрет Хамад Шальдер, спасение человечества – это наше общее дело и дело нашего учреждения. От имени генеральной ассамблеи я хотел бы подарить премьер-министра Республики Турции за только что сделанное заявление, и я прошу протокол припроводить его происходительство.